В текущем году правительство Московской области выделило Одинцовскому району 154 миллиона рублей на ремонт медицинских учреждений. Глава района Андрей Иванов поставил жесткое условие контролировать расход этих денег при участии жителей и общественников. На отведенную сумму планируется отремонтировать 11 объектов здравоохранения. Представители общественной палаты посетят каждый из них. В детской поликлинике работы идут полным ходом, отставаний от графика нет. Мы делаем новые стойки регистратуры, новые гардеробные, новую плитку, новые потолки и освещение. Соответственно, вся еще новая навигация, новое табло. Кроме внешнего обновления, по новым стандартам в поликлинике должны находиться терминалы интерактивной записи, пеленальные столы, телевизоры, по которым будут транслировать мультики, электронные таблички и указатели. Я, грубо говоря, папа, пришел с ребенком в эту красивую нашу единственную классную поликлинику и хочу показать ее базовым докторам. Как это будет вообще? Вот расскажите, что здесь будет такого интересного и необычного? Это утвержденное руководство, в котором предусмотрен не только внешний вид, даже размер плиток, динамика освещения, логистика, то есть навигация по поликлинике. Вот она навигация. Ну и продуманы все технологические особенности, то есть где маме поставить сумочку, когда она приходит здесь в открытой регистратуре. В настоящее время к поликлинике прикреплены порядка 21 тысячи детей. Она рассчитана на 375 посещений в смену. В Подмосковье ее считают одной из лучших. Эта поликлиника признана по итогам 2015 года лучшей поликлиникой по информатизации. Ожидается, что после модернизации поликлиника на улице Говорова станет еще лучше. На время ремонта она не закрылась. Работы ведутся только на входе. Их планируется завершить к 15 сентября. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».